Приветствую вас, я вам отвечал уже на ваш вопрос, первый, который вы задавали. На мой взгляд, вы не увидели в своём вопросе ничего такого достаточно глубокого, да, чтобы, ну, обратиться за личной консультацией, чтобы начать работать над собой, над своим жизненным сценарием, судя по тому, какой ответ вы выбрали лучшим. И отсюда я могу сделать вывод, что вы больше ориентируетесь на то, чего вы хотите, на ваше желание, а не на то, что является правильным, не на то, что является, как бы, более таким, ну, рациональным, если угодно, более эффективным и так далее. Вот. Соответственно, соответственно, значит, ребёнку необходимо сейчас... Лучше понять свою маму. То есть вам нужно не примерами с ней взаимодействовать, хотя и это тоже, безусловно. А вам нужно, скорее, скорее, доносить до неё, донести до неё, донести до неё, то, что мама, она делает это не от хорошей жизни. Ну, то есть вот так вот с ней обращается и так далее. Она это делает не от хорошей жизни. То есть ребёнок сейчас думает, что мама вот так вот с ней взаимодействует, но только потому, что она сама этого заслуживает. Ну, ребёнок, я имею в виду. Вот. Хотя, на самом деле, конечно же, это не так. И я надеюсь, что вы это понимаете. Но не понимает этого ребёнок. Поэтому ребёнку данный аспект нужно объяснить. В первую очередь. Значит, дальше необходимость, чтобы она доверяла вам. То есть для этого нужно ей разговаривать, для этого нужно давать ей как можно больше слушать. Ну, давать ей, точнее, возможность как можно больше разговаривать, чтобы она чувствовала, что её слушают, чтобы она чувствовала, что её понимают, что с ней считаются и так далее. То есть, что сделала мама? Мама не дала ей возможности, значит, взять на себя ответственность. Ну, вот. По сути. И вам именно это нужно сделать. То есть, дать возможность ребёнку свою ответственность на себя взять. То есть, почувствовать, что её слова, её действия имеют вес, имеют значение, имеют последствия, грубо говоря. Вот. И мне кажется, что именно вот с этого момента вам и нужно начинать. Нужно начинать. То есть, начинать нужно именно с того момента, чтобы донести до ребёнка возможность её ответственности за саму себя. Да? Это первое. Второе. Рассчитывать на то, что ребёнок сразу как-то вот будет вести себя по-другому, да, ну, мягко говоря, не имеет никакого значения и смысла. Потому что, ну, понятно, что сразу ребёнок не сможет изменить своё поведение. Вот. И в этом случае, в этом смысле, нужно вам, опять же, вам нужно дать понять ей, девочкам, что вы в курсе того, что она, ну, сделала или сделает. Вот. Вот. Вы в курсе. Но, ругать вы её не собираетесь. Значит, а вместо этого, там, просто, скажем так, ну, будете выглядеть, там, грубо говоря, расстроенно, да, будете, грубо говоря, выгляд... Будете проявлять какой-то вот такой негатив более личностный, более зрелый, да. То есть, без руганий, без каких-то, без насилия, а просто вот, ну, покажите ей, что вам, грубо говоря, неприятно. Вот. Ну, всё. То есть, пусть такой будет аспект. Пусть она увидит последствия. Потому что до сих пор, до сих пор, последствия её выбора, последствия её выбора, они были какими? Ну, только крики, ругань, скандалы, да, насилие. И ребёнок, он просто-напросто использует любые средства сейчас для того, чтобы получить то, что он хочет. Поэтому он знает, что последствия будут только одни, негатив и подавление. То есть, ну, по сути, это означает, что взрослый, да, просто не хочет, чтобы у ребёнка там, например, что-то было. Ну, а если вы будете реагировать вот по-другому на её, ну, на её действия, то она увидит, что есть другая реакция, и это самая другая реакция. И, конечно, ею почувствуется совсем не так, как, например, предыдущая. Вот. И тем самым это сподвигнет её на то, чтобы что-то менять. Можно договариваться с ней, попробовать договориться с ней, но это, это зависит от, ну, от многих факторов, да. То есть, не каждый ребёнок, да, не с каждым ребёнком можно договориться, вот, так что это зависит от степени доверия между вами, вот. Мне кажется, что здесь вот, ну, конечно, надо смотреть, вот. И, собственно, любить её, окружать с работой, спрашивать её, интересоваться её мнением по как можно большему количеству вопросов, вот. То есть, дать ей почувствовать, что она, что она ценна, важна, что она достойна, что она равна. Вот. Это, пожалуй, тоже одно из самых главных моментов. Вот. Значит, что ещё. Мама, пишите вы, воспитывает... Так, мама, значит, дочь девято, девять и девять лет, за четырёх лет живёт с мамой. А, дочь с четырёх лет, она жила с кем? Мама воспитывает её часто нагадывая, истерично кричит, подозревает, что бьёт периодически, но ребёнок у них в этом не сознаётся. Ну, опять же, кто вы для ребёнка? Отец? Если отец, то маму можно лечить родительских прав, если она ведёт себя так. Вот. Значит, соответственно, если дочь живёт с мамой и продолжает жить с мамой, то тут вариантов, на самом деле, не много. То есть, если она продолжает жить с мамой, то вы, скорее всего, мало чего сделаете, потому что мамино влияние будет сохраняться. То есть, тут либо отдалять маму, либо юридически, либо физически, либо там, на договорных основах, либо с ребёнком он говорит. Вот. Потому что, ну, других вариантов, то на самом деле, попросту нет. То есть, я понимаю, я понимаю, я понимаю, что вы хотите ребёнку, там, может быть, помочь, я понимаю. Вот. Но, если вы хотите ребёнку помочь, то это нужно делать эффективно. Вот. Что, как вы это делаете, вот, сейчас это не очень эффективно, потому что она-то всё равно продолжает находиться с ней, ну, под, под её давлением дочь. Вот. И поэтому мне, думается, думается мне, что ситуация здесь вот такая. Вот. То есть, так можно сделать. Вот. А дальше, дальше. Так, ну, тут девочка обманывает, понятно. Это, с другой стороны, здесь, мне кажется, что, вот, если она обманывает, да, обманывает именно, обманывает, и ей хочется, хочется обманывать, то делается это для того, чтобы попасться, чтобы обратиться, чтобы на неё обратили внимание, чтобы её поругали, возможно. Ну, потому что, если ребёнок делается правильно, на неё не обращают внимания. А так она получает внимание, получает основное внимание. Соответственно, если вы будете давать ей внимание, вот, просто так, да, то надобность в этом отпадёт. Ну, и соответственно, негативное подкрепление того, что она обманывает, то даст свои платы. Вот. Я думаю, так. Ну, и, конечно, ребёнку нужно отвезти к специалисту, детскому психотерапевту, психологу, это безусловно. Вот. Ну, и обратите мне внимание, пожалуйста, на ответ Кудрыщёва Игоря Леонидовича, потому что вам нужно свои проблемы также разбирать. Вот. Которые вообще. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Ха-ха. Будуober technical的set, посмотрите на смол.